Затем добавляли лада, немножечко воды добавляли, и получалась такая смесь, которой намазывали тело. Женщины покрывали тело этой мазью детям, мужчинам, если заслуживали, и не счищали ее. И тело благоухало все общество тут, так описывал Геродон, который проживал во сел веке до нашей рождения. Ну, Геродон, Гомер, поведал нам тайны многих народов, историю которых хранит эта земля. Городи Миржи, о которой я рассказывала сейчас, справа впереди, справа, мы спускаемся в Алуштинскую долину. Несколько поворотов дороги, конечно, будет, и мы едем на окраину города Алушты, проедем по Алуштинской дороге. Калужте подходит дорога из Симферополя, перпендикулярно из Симферополя по отношению к береговой линии проложили горную дорогу. Слева впереди, впереди, походу, движется гора Демиржи, ниже посту на винограде. Выше гора Демиржи поднимается на 1240 метров на дороге горя. То есть горы в районе Алушты, Ялты уже более тысячи метров высотой. Самая высокая в Крыму гора Бабуган, Яйлан на Алуштинской, Ялтой. А вершина Крымских гор – это гора Раман-Кош, высотой 1545 метров над уровнем моря. Вершина Крымских гор названа в честь династии Рамановых, Раман-Кош. Ранее она называлась Алабаш, что значит «Отец гор» – татарское название. Наше незамерзающее чёрное море внизу. В оптичное время на море появлялся лёд. Геродот нам описывал, как чёрное море за Базалом, особенно в районе Керчи, Таманского, Америка. Субтитры сделал DimaTorzok